Да ничего они не выиграли Каждый матч у них Это только поражение Но и Сигнейча Траст у нас Имеет 3 игры 1 победа и 2 поражения В активе Но другими словами Если сейчас Монголы проигрывают То они ставят на себе крест Если у них получится сейчас победить То будет зацепочка Ох ты, какой ласт пик от Сигнейчи И не менее интересный ласт пик от Монгол Это Брутмазер Это Врейс Кинг Это Ти Висп Ну посмотрим что интересно Нам покажут команда Все таки Бруда тот герой Который требует на себя огромное количество внимания Бруда вообще логичный здесь пик Но посмотрите А чем ее цеплять? Абратом? Виспом? Вы серьезно? Да, окей А потом Когда Бруда засветит Где-то вылезет Сырлокейт И Ти Виспом Там как-то с Блинк Даггера Подловят У Бэтрайдера будет Блинк Но это все будет потом Это все будет после стадии лейнинга В мидгейме То, если все хорошо Будет засекнуть этот раз А что делать сейчас в юрлокейме Как лакельство Собственно будет фармить Ну вот мы сейчас и узнаем Мы сейчас и узнаем Так, давайте поехали по составу команд Или пока рановато Раздуплился Бэтрайдер Давай еще один Давайте начнем с монголов Мы их уже прекрасно знаем Они уже как родные для некоторых стали Маскурейт будет на Бруде Санкер, разумеется На Джиггернауте Ариен Балор Дизрафтор Прокси на Эверспирите И товарищ Ретрибьюшн На Дэвтропе Ну в свою очередь Сигнейчат Раст У нас Бомбелл на Эштаппорейшене Аба будет отыгрывать на Бэтрайдере Товарищ Лакельс Это у нас Рейткинг Майпро Тини И на Виспе у нас играет Джабс Вот собственно такие расклады В очередной раз я вижу Виспа Без закупа на Фастботл Ну Фастботл все таки всегда рискованно Не факт что ты эту руну поднимешь Лучше все таки играть на вершину Да тем более пик Бруды лишний раз вынуждает Пожертвовать общими Точнее своими интересами В интересах команды По другому собственно никак Ну а куда пойдет Бруда Сейчас вот мы видим пока по центру Перемещается в Аскюриде А вообще может быть это будет Медовая Бруда Почему бы и нет И ужас заключается в том То что нету контроля на Бруды Нету героя Который будет Отспамиться от этих кучков То есть как-нибудь Свен Легион Команды Акс сейчас популярный Ну вот видит Бруду на топе По Варду Ну понимаешь что это все таки будет Бруда в Слов Вот такая там интересная игра Доздалась напоследок Действительно Бруду что-то не так часто Мы видим на просцене Ну вот если например сравнивать С тем же самым Китаем Или Open Quale На европейском регионе Там Бруда Ну опять таки если мы говорим уже Про более поздних стадиях Куда доходят уже такие сильные коллективы Там Бруда конечно очень-очень резко Ну что ж поехали по основным компольням Посмотрим кто где будет У нас отыгрывать Бэтрайдеров Сложные против Дизраптора И Джиггернаута На центре стоит Товарищ Тини против ДП Причем ДП на всех случаях Под Сейф и Дивер Спирита Видимо надеялись Увидеть так в Испании Тут то было Ну а Виспсов тусуется у нас На топе Операция Брудмазер Ну ему придется отсюда уйти Иначе Тини будет проседать от ДП Без шансов Да у Майпро сильный проказ Засыпать гречкой И там тосу Кто-то закинут Но это все не то А тем временем Фестблат Доигралась Бруда И как мы видим Одного контроля Ну с кубочками двух Конечно Бумбел здесь взял Челентач Но тем не менее Этого хватило внизу Аба Заманивает Заманивает здесь Санки на Firefly Да ладно Маскерейт Еще раз фидонет Траст Есть у него манга Есть стан Маскерейт Дасты Это да Жолот Хотел сказать даблкил Это даблфит От бруды За две минуты За минуту тридцать Вот вам ласт пик Ну как мы видим Одного контроля пока хватает Ну что ж Бруда Вернется разумеется на топ А больше возвращаться Собственно и некуда ВК маны пока что нет Что там по виску Виску ботл едет Даже куру не буду прокликовать Понятное дело что ботл едет В рейс кингу он ману восстановит Оперейшн левел 2 Можно брать Здесь без разницы Что вортекс Что колфит Вместе со станом ВК Это все прекрасно А нет Извиняюсь Извиняюсь друзья Это не ботл Это кларити Это кларити Для своего Конечно же Мейнферри Перетягивается наверх Эрспирит Эрспирит Потянул огромное количество Времени на центре Немножечко подстилил Экспириенсы УДП Ну что Или будет попытка Забрать все-таки Тинни Надо надо пробовать С Тинни 630 хп Надо всего лишь Попать с Ролленболдером Ну и там потом Камушка Что у нас на топе Ну Бруда здесь не пофармит Но опять-таки Мы все прекрасно знаем Что такое Что это за герой Брут Мазер Только ты ее отпускаешь Она разгоняется очень сильно Видит маски Рейда Сразу идет Полфит Маски Рейд Заверзает До свидания Да Ну и доски есть Также на подстраховочку Ну просто на таких Я даже не знаю Как назвать На что рассчитывает Бруда Она опять возвращается Три минуты Три ноль Ноль три у нее Куда и Идти В лес Не пойдешь Вот опять Пришла Левел второй Имеет Ну села Сентряк Уже что-то Уже что-то Тем временем В Рейфатор Спирита Попытка была От Прокси Забрать Курьера Ну и Прокси Сейчас самого Будут убивать А Майпро Уже отхиливается Майпро Нужно ему хоть Какой-нибудь Крип Дабы тоснуть Что там Тем временем На топе Погонять Здесь немножко Москве Рейда Ну и Распирит Прокси Улетает Нужен Бэтрайдер Нужен просто Бэтрайдер Бэтрайдера Тоссают Это фраг Достается Бэтрайдеру Неплохо Неплохо сыгран Здесь как раз Даже фраг Профит Не не Тиннику А Бэру Бэру Ушел со сложной Линии И весь этот Фарм Весь этот 0-4 Начало Тивнэча Траст И я вам скажу Друзья Со всей уверенностью Что это Самая интересная Игра на сегодня По крайней мере Начало У нас сегодня Ну Много хороших Игр было Что есть То есть Но начало Пока действительно Самое бодрое В этой катке И во многом Спасибо Бруди Хотя что здесь Может быть бодрого Когда человек Просто ошибается Ну не умеет он Играть на Брутмазер А капитан Говорит Будешь Потому что Пик этого требует Нужно так просто Кажется Бруди не заступить Изначально Выцепляли Потому что Был в Вижен И Маскерет Сам ошибался Но Здесь стоит Его Сентри Его Сентри Его Апсервер И так просто К бруди Не подобраться Нужно довармиться Стоит Ленин Копс Поставил Бумбел Причем Все это дело Спалили Спалили Ребята из Монголс Прокси Пока не заметен Эрспирит Вообще Поставил он Ленин Кварт Между Задим Т2 Ну что Будет ли как-то Пытаться Забрать Курьера Непонятненько По-прежнему Фармит ВК ВК Все хорошо Не отходит От него Саппорт Не на шаг Просветили Москву Рейда Вот он Стан Есть Стан До свидания Бруда До свидания Бруда В Рейс Кинг 4-0-0 Бруда 0-4-0 Я не знаю Там сейчас Такой пожар Творится В Юго-Восточной Азии Ну разумеется В стане Команды Монголс Вот так вот Если смотришь Эту игру Убрать Стан Команд Монголс Убрать Худ Где написано Интернешн Где Никлификация Можно так Сразу сказать Что С уверенностью С большой уверенностью Сказать Что Эту Бруда Досталась Ему на рандоме Ну все таки 4 4 раза Фидануть За 6 минут Это Это много Это все таки Много На Бруде Тем более Против Виспа Против Оперешна Это Многобаха Майпро Проседает От Ретрибьюшена Ну здесь Уже Убрывается Прокси Майпро По тедерам Выхиливает Его Висп На развороте Здесь уже Что толкового Предложить Не получится Все живы-здоровые Да Вис вовремя Прилетел Ну еще Дохиливается Его Тиммейт Две бутылки Играя Сигнет Чит раз Могут Они себе позволят Мне очень Интересен Вейс Кинг А что он Собственно Будет Брать С таким-то Стартом У него Седьмой Левел У него ПТ Он пока Без Мортал Страйка У нас Собственно Он не нужен Раз что только Замакшится Можем Какой-то Мьёльнер Уходить Почему бы Нет Прейф Минус Тинни Забыли мы Атаку Прекрасного Играя Джиггернаут А санкетой Если что Топовый Крипстат Имеет И начинается Папуш От Монголс Первый фраг Они забирают На седьмой Минуте Ну что Будут ли Дефать У ВК Есть Ультимейт ВК Может Пролететь Но Саппорта Пока Бедоват Опарейшн Четвертый Висп Четвертый Есть Стаке Немножечко Немножечко Но есть Для Тини Ну и Первая Вышка Для Монголс Ну Рано или поздно Эту бруду придет Пустите Ее уже отпускают Маскирейт Седьмой Левел Есть у него Сауринг Есть у него Паучки Ну и Здесь ВК Даже несмотря на то Что взял Четыре фрага Будет проседать От этого героя Уж Правила Дота таковы Дизратор Также почти Шестой Левел Имеет Рим Балор Напоминаю Господа Что завтра Трансляция Начинается В такое же время В 5 утра По Москве Киеву Завтра Самый интересный Финальный день Завтра Уже будут Известные Первые Участники Интернешнл Команды Которые займут Первое место В группах Возможно Завтра Также будут Переигровки Если Несколько Команд Будет Одинаковое Количество Очков Иметь И собственно Делить Первую строчку Все 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 Это будет Завтра Обязательно Приходите Ну а сегодня Мы с вами Продолжаем Смотреть Последнюю Игру На Юго-Восточной Азии Моголз Против Сигнетчат Раст Ну и пока Моголы Проигрывают 1-5 Топовые Непорсы За Джиггернаутом И ДП Забрали Они Вышку Бруда уже С медалькой Если Что Глимсанули Джабза Неплохо Тедер У него КД Это Милсвизм Заигрываются Пока Заигрываются И проблема В том То что Вот этот Старт Очень хороший От Сигнетчат Раст То что На Фиггала Бруда Все эти Фраги Находятся В ВК И Казалось бы Да ВК Сейчас Очень Хорош Но он Не может Реализовать Это Преимущество Он Может Разве Что Прийти В замес Куском Мяса И Умереть Отдав Су Ультимейт А без Ультимейта Он Здесь Вообще Нафиг Никому Не Нужен Ну Сразу Встречается Этих Шторм И Сифон И Можно Убирать ВК 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 Сама Немножко Подальше Римбалор Хорошо Минус Тинни Фраг Достается ДП В свою очередь Погибает Жиггернаут Проблемы У Джабса Приходит Сюда Лакельс Там По Прокси Прокси Ролленболдер Есть У Прокси Прокси Не получается Уехать Все-таки ВК Свою забирает Но обратите внимание Вот она Бруда Казалось бы 0-4-0 Уже Любой бы Задезмораливался В этом моменте Еще Не все Ретрибьюшен Умирает Азвакан Но перед этим Забирает Еще Беспа Так вот Бруда Нагоняет свое Она забрала Т1 на топе И начинает Т2 Подкушивать 4-8 12 фрагов За 10 минут И Тревышки Тревышки Снесенные От команды Монгол От команды Ну и начинается У нас только Операция Бруда Пускай Рейдер Просветили Нужно лассо Лимж бочка Наперед Есть бочка Лассо Два бочкой Только отталкивает Абба Ну и дасты Сейчас уже Скоро закончатся Тоснули Бэтрайдер Все четко Сыграно Здесь ничего Не поделки Да Ну и фраг Брестовца Порейшить Что у нас По рейскангу ВК 9 левел Приобретайте Блинк Даггер Локельс Ну да С ним можно Поагрессировать Но там По прежнему Первый ультимейт С первым ультимейтом Драться не очень хочется Потому что Все таки Ты умираешь У тебя 260 секунд КД И ты фармишь А фармить С Блинк Даггером Это делать Неблагодарно Даже в варианте Что Мортал Страйк Подняли Обратите внимание Он не стал брать Мортал Страйк 2 Взял себе Вампиринк 2 Ну уж не знаю Насколько Мудрое решение Но дело его Что у нас там Подтяни Тинни 0.2.3 Вот он тот герой Который будет Забирать паучков С одного прокаста Возможно мы здесь Увидим на Тинни Какой-то мельдас Лучно я этого не исключаю Но Тинни в любом случае Здесь является Роль такого-то гоняющего Героя Если значит Тарас Прожимает Тем временем Скан засудился Там Прокси Ну просто Прокси Забирал в раски лес Поставил обсервер Обсервер Разумеется для бруды Сейчас понятное дело Монголы хотят сыграть В очень такую Примитивную Бабовскую доту Называется 4 плюс 1 Бруда на топе А мы здесь бегаем Бруда делает нам Спейс Времена Мефедония Но все это нам на руку Все это по плану Тем временем Джиггернаук На нижней линии Забирает Апрэйшна Ну и Санке просто Отсюда уходит на халяве Выходит он в БФчик Ну что у нас там По бруде Бруда Медалька на Хэнд оф Мидас Не медалька Рецепт Медалька конечно есть Рецепт на Хэнд оф Мидас Окей Окей Жиш Просто там по графикам Общекомандный тавр Самоголы впереди Но оно и понятно Очень много тавров Они забрали Ну а по экспириенсу Также Они лидируют Летел Утемейт операцион На топ Просто Откушать Больно Очень больно Паукам Но больше всего Больно тавру Это еще Минус вышка И остается Последний Внешний тавр У Сигнетчат Вот она Находят Джаггернаут И Джаггер Распевает сражение Блейфьюри И спокойно Отсюда Уходят Там Ферр спирит Если что По-прежнему Пятый лэл Сейчас Шестой Уже апает Если он смог Но можно как-то Попытаться Раскрыться Что-то Придумать Ни в коем случае Конечно Нет смысла Подходить К Бруде Потому что Сейчас Бруда С Мидас У меня Медалька Сауринга Она не боевой Абсолютно Персонаж И в замесе 5 на 5 Это просто Чудовище Нужно Конечно Оставлять Здесь Мускуря до Одного Чтобы он Если бы Не пушил То хотя бы Просто подпушил И стягивал На себе Внимание Все Это все Что надо То есть Толком Фарма Здесь Сигнетча Трасц Получать не будут Но Огромные Огромные Нервы Дезераптор Минус И Майпро 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 Все таки Умирает Придается Вокель С просветителем Аскюрэда Аскюрэд Погоня За Виспом Висп Также лопнул Даблкил Для Брутмазера Ну и Бруда Отсюда Просто До встречи Закончится Более того Она еще И может Ринкардации Выбить Из Рейс Кинга Обратите внимание Вот он ВК 7.00 Имеет Но ничего Не может Сделать Бруде Да Судьба Не лишена Ирония 7.11 Счет Ну и Топой Нетворс Заврейский Гор 7.000 Он имеет 2.500 На руках Нужно уже Брать Что-то Серьезное Второй Блинк Даггер Появляется В команде У Сигнучат Раз И Не будем Забывать Про Бэтрайдера Который Также С Блинком Правильно Будет Сказать Треть Конечно Уже Третий И Вис Разумеется На релокейте И самое Главное Поддерживает А прикрывает Их Во всем Этом Товарищ Бумбел Который Сейчас Моментально Склеивается От Паучков Паучков Всех Зафармили Бабки 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 Ну и Паучков Спасает Да Паучков Ни в коем случае Нельзя так Загуливать Понятное дело Он с вардами Может быть Даже Есть смысл Варды Передать Кому-то Диспо А Паучков Сюда Очень четко Заходит В глобал Проказ Для Сигнейча Помогать Своим Пацанам А С Бластом Все Что Надо Ну Они Уже Там На Сейф Блинк Даггерах Доберутся До Нужной Цели ВК 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 3000 Ну и Все Это понятно Что это будет И Действительно Этот Артефакт Действительно Будет Здесь Смотреться Очень И Очень Хорошо Конечно Радианс Такими Темпами Да Возможно Блинк Даггер Не так Сильно Себя Оправдал Для Лакельза Можно было Сразу Пожанничать И выходить Но У него Уже Был бы Конечно Жасак Это Возможно Даже Был бы Уже Радианс Но Тем Не Менее Он На Верном Пути И Пока Как Останавливать Непонятно Из него Даже Реинкарнацию Не Выбивали Так Что У нас По Бруде А Бруда Идет По Правильному Пути Бруда Идет В Некрачи Ммм Ну Возможно Скоро Свершится Возмездие И Стрихта Нас Соберет Ну 4-0 Начинал У нас Маскерейт Эту Игру Уже Имеет 2-5-0 Слез 2 Тавра И Пока Непонятно Как Уловить Вообще Как Понятно Блинк Форс Игеп На Бэтрайдере Но Нужно Нужно Время Пока Еще Рановато Да Напоминает Нам Командую Что Есть Такой Прекрасный Юнит Майпровод Дабл Дамаж Бутылки Пока Тинни Блинк Даггер Еще Никак Не реализовал Нет Отлалкового Вижна Монголов Притаились Что Бруда На Топе Что Дезераптор Вместе С Ретрибьюшн Бегут В смоке Подходят Они К Рошпиту Никого Нету Первый Бежит Прокси Какой Смелый И Здесь Аба Аба На Блинке Спалил И Смок И Просто Отсюда Уход Прокси Рой Эмболдером Не попадает Есть Камень Но Смысл Оставить Ваши Деверсию Спалили И Пока Здесь По бегушечке Тинни Просто Фармит Возможно Достаточно Неправильно Тинни Одного Отпускать Без Виспа Но С другой Сторон Все таки 17 минут У Тинни Есть Блинк Если Что Он С Регер От Убер Чего Ни Скажешь Про Виспа Да И То есть Сейчас Монголы Играют 4 Плюс 1 Ну А Сигнет Чит Раз В перспективе Могут Играть 3 Плюс 2 Или 2 2 1 Он Пошел Релокейт Наверх На Маск Рейд И Это Минус Труда Очень Четко Учего Утимейт Оперешно Попал Попытка Забрать Здесь Паучками Виспа Но Все Тщетно В Реф На Тени Тени Успевай Дай Блинг Майпро Глимсонули Теника Ну а вот И какие-то Мувы Майпро Улетает Да ладно Серьезно Он переживает Переживает Этот проказ Количественных Хиппоинтов 1500 ПТ И Стики Позволило Ему Выжить Под Вейлом Каким-то Чудом Хотя Рядом Был Бэтрайдер Кинул бы Бочку Выиграл бы Секунды Лишние Но Бэтрайдер Как знал Что С 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 Бруда теперь успокоен, может отпушивать противнюю линию и ничего ты ему не сделаешь Но до поры до времени, не будем забывать, там фармятся нехврачи И до третьих нехврачей остался сильно полстрельными врачами Бруда, мало того, что будет пушить гораздо сильнее, так она еще и в тех файте полноценно сможет подраться Так же не будем про это забывать Радиант, в первую таву, в атаке Передвигается тем временем у нас Signature Trust аккуратненько, по чуть-чуть на верхнюю линию Тем самым подтверждая главное правило Хочешь победить бруду, просто толкай ту линию, на которой он находится Или не подтверждая Вообще, это было бы верно С другой стороны, бруди здесь, конечно, на топе очень уютно находиться Ибо очень много паутины здесь расставлено Да, сколько она еще может поставить? Три штуки, но тем не менее То есть перетягиваться наверх Три паутины все-таки достаточно маловато, и его спокойно могут найти Да, пока там еще нет гема Или есть уже гема Пока еще гема у Signature Trust нет Но рано или поздно он появится И мне так кажется, он появится рано Когда-нибудь Локильзу надоест, он скажет Хватит Давайте разок-другой бьем, и уже все, пойдем заканчивать эту игру Потому что пока выглядит именно так И Signature Trust должны ее заканчивать Потому что 20 минута Brace King Blink Radiance Это очень и очень много Товарищи Виспу У нас доверение мскли Ласт 9 левел И очередной фраг для Джигернаута А что если Джигернаута пойти? Манта Стайл И Диффуза Ммм? Ну БФ есть Яша есть Что там летит интересного? Манта Да, это Манта Третий некрочит для Москвирейда Окей Окей, что будет дальше А вот и подъехал гем для Apparation Ну разумеется, Apparation нужно из него избавляться Передать кому-то Бэтрайдеру Собственно, сейчас ребята и займутся Стики, не знаю какие дропы или лейз Да, появляется Гем Бэтрайдера Ну сейчас начинается операция бруда Где самое главное в Москвирейду Пустить паучков на разведку Спалить гем и лишний раз умереть Но с другой стороны, что у него 2.6 сейчас Что будет 2.7 Погода от этого вообще не изменится Быть может с столичьим гемом Просто перейдет на другую линию Потому что, ну смысл от него Он просто не может подойти в замес Его всегда видно А его пока нужно растягивать Нужно Джиггернауту все-таки Это Диффуза Что там по брейскингу ВК пока не понятно Будет ли БКБ или нет Он наверное сам Дождается пока Лакельса Более-менее толкового айтембилда У Джаггера Я думаю, даже одних некрочей будет достаточно И монтей у Джиггернаута Чтобы пока решился Блэкменбар Все-таки не будет взывать там и Дезераптор Также обладает Находят Прокси Врыв на Траст Там Рэдинс Там Рэдинс Как же больно он выжигает Окей, минус Траст Нужно драться Джиггернаут Джиггернаут без ультимейта Ультимей будет через 10 секунд Проблема Огроменная проблема у Виспа Джабс минус Размен пока один в одного Минус Траст Минус Траст Минус Траст И фраг остается Девкопит Почти 800 манют Стреканский Стеревного Размен Потеряли всего Что одного Эвер Спирита Монголы И глимсанули Еще Товарищ Бэтрайдер Но Бэтрайдера А жаль А жаль, конечно же Ибо у него есть гем Сейчас бы конечно Очень много отдали Сигнетчи Но они так отдали немало Это еще с учетом того То есть лучше гернаута По-прежнему Есть Омни Слэш Ну что Отправляется В атаку Просто пушить Пятером по верхней линии Есть Байбэк у ВК Тинни появится Через 10 секунд Глиф Партификейшн Также есть у Сигнетчи Траст Вышка По чуть-чуть падает Вортекс Начинает атакировать Здесь Бум Бэл Есть ультимейт Ну на этом все Конечно же стоит отойти Пока это Слабовато выглядит Слабоватая затея Ну вот она Бруда 3-6-1 И знаете что я хочу сказать 23 минута У Сигнетчи Траст Не хватает одного героя А именно Тинни Ну его просто нет 0-4-3 Майпро Играть все не будем 1700 на руках Ну что ему здесь собирать Какой-то агоним И разгонять И разгонять потом себя По так спиду Какие еще могут быть варианты Пока непонятно Непонятненько ВК 3000 на руках Имеет локельс Ну и смотрим 24 фрага мы увидели с вами за 24 минуты И очень такая бодрая Время Даже очень Азиатская дота В исполнении Сигнетчи Траст И монголс Ну и Дизраптор Дизраптор Который Левел 11 Почти имеет Уже видели Сигнетчи Траст Которые с агонимом Выигрывают катки Накрывают Мотлингов Своими статик штормами И те ничего не могут сделать Разве что Просьба Майба о помощи К Оракон Помоги Помоги Братик Спаси меня Было это у нас в предыдущей катке Но смотрим Что у нас здесь Прожимается Скан Монголов Сигнетчи Транс Сигнетчи Транс Сигнетчи Транс Появится Через Минуту Подъехал Блинк Даггер У Джаггернаута Джаггернаут готов Джаггернаут готов рваться А вот и есть и БКБ Ухмм Но нам пока Диффузов еще нет И возможно Джаггернаут Увидеть этот Блэк Эмбар Кожанский Диффюжил Блэйд Собирать то и не будет Как вы считаете? Паучков пока убивает Не будем называть Что у Бэтрайдера По-прежнему есть гем И сейчас он как-никак актуально Возможно Монглузы сейчас Сделают очень сильную ошибку Они решают играть Пятером То есть Монскрейт сказал Блин ну там гем Мне что-то стрёмно И фидить уже не охочется Я и так вначале пофидел Давайте ребята я с вами побегу Ну в принципе У него есть медалька Третий не крочит Да в замесе он будет полезен Не из всякого сомнения И с импассивкой Раз там царапнет Другого царапнет Все-таки шанс Кромху 6% Это очень-очень много Не будем про это забывать Ну и так же по своему тиммейту Можешь подраться С появлением Блэкенбара У Бруды Санец все просто супер великолепно Но пока ждем Пока нужно только ждать Ну и так же стоили сигны 4 раз По графикам Смотрим Преимущество за монголами Уже 12 тысяч Кто бы мог подумать По экспириенсу 10к А ведь они проигрывали В начале и очень-очень сильно Да по графикам это не показывается Но брода там фидила будь здоровы Вот такой вот удивительный герой Это как алхимик Замакшенной Монеткой Маскерей пошел на разведку Не боится Включение крачей Врыв на прокси Прокси Проблемы Орспирита Майпро Забирает Орспирита Окей Что дальше? Локельс Убивает Бруду Локельс Погонит с Дезератором Дезератор также должен умирать Дабл хилл для Локельса Байбэк от Тинни Ну на этом все А зачем байбэк? Или не все Или как-то получится зацепить Непонятный байбэк Сорри 3 в 2 Получился Размен Байбэк от Тинни Ну В любом случае Его можно реализовать В том плане Чтобы взять Аегис Конечно же Рейскинг он не нужен Более того Из ВК даже ультимативно Не выбили Вот она и Покупка БКБ сказалась А Аегис Для Тинни Здесь зайдет Очень-очень шикарно Да Если бы не этот байбэк Ну Я думаю Рошена В любом случае Забрали Ну Тинни Хотя бы быстрее Появился Богданин А это все-таки На данный момент Очень ключевой артефакт И Во С течением 300 минут Можно с уверенностью сказать Что все-таки Одного Джаггернаута против Тинни Против Рейскинг маловато Уж простите меня На маловато В рейф На Джаггер У Джаггера есть крутилка И не успевает Проражать крутилку Санкке Серьезно Как так-то Там пока стану ВК долетит Не знаю Вечность пройдет Даже комментатор Который комментирует Данный матч Временами Умудряется Реагировать И прожимать Временами правда Но Получается Рейди argent Но Рейд У разрешил продолжить свою доту Которая у него получалось успевно Последние 20 минут А именно Глазоваться на верхней линии Пох커를 Похо ・ Ломать мы Вн Orients ну такое конечно не к врачами физица все это дело но мы чуть-чуть в чуть вышку падать просто по тени тени ага не будет через тысячи монет в рейс кинг свою черт имеет 3000 руках после а иди сад находятся тем временем битва саппортов bumble давай попасть из басон но здесь уже санки вообще как нечестно поступил джаггернал блин они не мог бы хотя бы ставить пп но мне там показалось что по моему аппаратишн мог уделать там мир спирита по-моему но я могу ошибаться blackmail вот такое вот решение взять блэдмейл прос после бакенбара от лакель за интересненько интересненько ну начинается пуш от монголов будет ли экзорцизм есть экзорцизм аппаратишн будет через 10 секунд глиф фортификация есть лакельс прям вот так вот здравствуйте врывается на дп дэдкропит если какие-то эскейпы то собрать очень много урона на этот редюшно он накидывает два сифона и возвращается с юла практически флоу убили вк раз вк раз дуплился надо убивать его 2 лакельс поджимает бкб уми слэш убили вк 2 надо убивать вк 3 на этом все да это конечно проблема которая будет всю игру здесь мучить команду магов если они будут отдавать рошана потому что если будут живые герои из той и с другой стороны то это значит что нужно убивать вк и нужно убивать еще носителя и x в данном случае это был пока два раза но а так это перспективе конечно замес 5 на 7 чего уж там не говори что есть там летит телепортик да для лакельза 10 11 11 2000 он обгоняет по натворцу джаггера но знаете что вам скажу гранатка не особо медленно фармит у него хорошая скорость передвижения у него хорошая мобильность за счет глинг даггера хорошая скорость фарма все таки у есть батл фьюри хочешь не хочешь но с этим надо считаться да у него не так много фрагов это верно но во всем остальном он от вк особо то и не отстает более того на такой дистанции мне кажется в скором времени то и переконит почему бы нет но сейчас для санки нужно определяться что брать что брать какой артефакт чтобы убивать этого вк может быть скади пойти может быть башер какой-нибудь взять какие могут быть варианты можно брать сейчас диффуза просто райт кликом на одной ясно точно астика придется избавляться все-таки это будет скади понятненько решил уплотниться мы понимаем что в рискинга есть бкб лишний раз его это подцепить замедлить но нужно будет попадать там миссы и все таки это отчасти рискованное решение оценки я думаю если игра затянется бкб то мы с вами точно увидим не бкб а мкб что парейшн также мечтает бомбелла с обыгонями есть у него point booster ну пока всего лишь он может мечтать пока другие формат очередные 3 тысячи на руках у лакильзе блин где он их берет непонятно что будет ли врыв або врыв на ретрибьюшена бкб приступает лакильз но и ретрибьюшен не успел накинуть сифоны ретрибьюшен должен умирать выходит а форсить замеса все-таки лопнула дп также даже наказывается бруду бруда вгрузается джабза джабза джабз лопнул бруда стан под минус армором тос маскерейт маскерейт обхиливаются на ультимейте риле не споскерейт страст лакильз есть у него ультимейт лакильзе должно убивать дать минус вк есть всего лишь бэтрайдер байбэк от виспа что будет ли спасать своего кэри санки форснули форснули вк ну и на развороте конечно же пришел джабз прекрасный камень от двоих по двоям от прокси нужно дальше врываться есть блинк есть стан по прокси да почти глимсанули почти спасли вообще спас дизраптор своего тиммейта но крит ох уж этот крит от рейтинга он нанес 6000 урона к сожалению показывается сколько среди он со но я думал половину так точно два раза блэк байл успел замесе поражать на этом обратили внимание на насколько эффективно зашел блэдмейл для вк но скобочках нет потому что все таки это не акс который заставляет тебя бить под ком хочешь ты или не хочешь блэдмейл он не блэдмейл здесь все таки если с реакцией все хорошо с головой все в порядке можно и подумать но но с другой стороны как ты можешь не бить он тебя врывается самый первый под рейдинсом все горит лицо горит несы и нужно от этого избавляться причем два раза целых он для джакера может быть это не проблема вместе с бордой но остальные стороны очень сильно и очередной раз вот мы видим дэв пропит сегодня уже в игре в который раз и дп который играет достаточно аккуратно то есть ретрибьюшн один раз ему прокатило он успел накинуть сифоновый тибил и вернулся по щифлам второй раз не успел параса вы не простили смоки монголы счет у нас ровный большое преимущество за сильный чет раз но опять-таки это по счету а по графику могу 10000 по экспириенсу 5к поставил бомбэл сэн 3 видят маску рейда ну и просто барак прожимает ретрибьюшн экзорциза что будут ли драться надо надо воевать лакельс надо врываться маску рейд барак падает under strike на в рейс кинга блинк сбит просто кайтит просто кайтит бедного вк вк блэйдмейл блэйдмейл потрачено сифон как же его жестко пробивают казалось бы он-то топовый нетворс если что у него все хорошо с когда не лакельс с первой жизнь потрачено все это минус вк вк сейчас появится и получает вам не слэш в лицо вк вк лакельс раз стандарт ретрибьюшн нужен второй стандарт ретрибьюшн успевает накинуть сифон но то слишком много урона зацепили кто это у нас такой дизраптор минус дизраптор это уже минус 2 но самое главное здесь могу сделали они забрали они забрали параки если у них хорошо лакельс погоня за прокси прокси о и как сильно разомансовал дает ямонте гриф и уходит на роллен болтере но совсем немножко не дотягивается чтобы скатиться на берег и отправляется в таверну почти он здесь переиграл в рейтинга лакельс и я так понимаю выходит в кираз вряд ли будет какой-то мушард все таки нет у него башера не так нужному контролю просто все что нужно здесь его к это рубить 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 и рубить и пока справляется с этой обязательностью отлично не 13-15 ну и посмотрим по графикам монгола до этого вели у нас 10 тысяч теперь немножечко теряют по экспириенсу вовсе все в нуле и уже сигначит раз переходит в атаку санке санке уме слэш майпро майпро быстрее крипам уме слэш на крипом санке уходит блэдфьюри глимса 0 и поставьте что он кинетик филд товарищи тинити не умирает но висп здесь ничего не поможет хотя у виспа было релокейт эй дружок ты что тебя сейчас накажут тебя сейчас накажут санке уже здесь он бежит за тобой есть андер страйк что по глимсу глимса 0 и спа все весь без свидания мара лисей басня такого играешь за виспа спасай спасай своего спасай своего кора ну в итоге что сигначит раз последние минуты отыграли и фраги наделали что они сейчас все это и отдали то есть у нас с первых минут практически в к 1 натворст на карте а дальше топ-3 нитворса команды монголз мы и 40 минут у нас уже наступают тени байбек что пойдут ли за байбеком виспа ну такой стадии висп все-таки является одним из ключевых героев лакельс ворвался лакельс бкб у него закончился фокус по ретрибьюшону бомбе лопнул куда что подошел оперейшн висп будет через десять секунд убили в к раз в к час раздуплится у вк есть байбек лакельс грызается это три бюшна минус депропят санке санке май про уже также здесь огромные проблемы у джаггернаута джаггер просто уходит на ноги и здесь уже висп конечно прокси выдает хороший прокал с магната из по всем но прок сейчас будут оказывать да достает с там лакельс и прокси должен должен умирать хотя санке уже здесь от блэй фьюри какой смелый вы посмотрите-ка на него ведь и у него есть омни слэш и это минус лакельс прекрасная игра но и уже можно переходить в контур наступления мгновенный байбек от в рейсинг а ну и собственно все логично все понятно и вот в очередной раз обратите внимание кто мэйн дпс усигначит раз только один герой только один герой тени пока к сожалению нету в свою очередь в монголс 3 100 наносит мэйн кэри и 3 200 наносит герой 4 позиции нормально я думаю даже очень не вызывает что у дп есть в л и соответственно прокас просить профси становится очень мощного чем актуально хотя там он если не ошибаюсь давал краски все свои кнопки без вайла для троп ну в общем бог узнает попытка отсигначит раз забрать рошана ну кому собственно здесь нужно то есть для любому кому не отдай его тени нету байбека воскрейд уже здесь оба в лотаре в риф на ретрибьюшн опять эти тщетные попытки забрать дп в итоге ретрибьюшн раздупляется уходит в ю ретрибьюшн не все-таки здесь дп забрали умни слэша джаггера очень больно это минус тени и вк убили 1 вк без байбека и если сейчас умирает локель что можно уже будет писать как грешечку дпм возвращается в углу здесь уже джабс джабс за сразу глимсанули остается один локель сапад датар страйков прокси санкей бежит за локель вот она пвп 2 2 коробка саки боится саки нету манты манта будет через 5 секунд раскрыть 2 крит на этом все хватит оба убирает гем 2 гему лабы оба оба видит теряет он 2 гема здесь он не слэш по локель зу локель все-таки переживаю все это боль но ретрибьюшн таких не прощает в итоге что мы имеем имеем огромное количество погибших героев огромное количество байбеков байбека бтрайдер байбека дп но самое главное то нету нету байбека у в рейтинга уйти не а это значит что рошана монгола здесь все-таки забирают и у бэтрайдера что есть теоретическая возможность была украсть а и весна опасненько и если если сейчас дизераптор мокричным глимсануть и еще сильнее вас сложилась ситуация сильные 4 раз если бы там бы и бэтрайдер фиданул но продолжай смотреть бкб появляется у тени разумеется тени закупается до тауна 70 секунд не будет в рейтинга бруда уже появилась что у нас там по бруде донинка мы не смотрели бруда для 400 руках бкб тиху за и по-прежнему хендерс минус 7d4 имеет маск рейт неплохо как же обидно согласитесь как же обидно проигрывать с таким когда 16 36 и вроде как все правильно без ошибочно делать пресс-кинг в своей команде но ничего не поделать пик такой сами набрали заходит на хаграма по центру ретрибьюшн если у экзорцизм будет будет через 5 секунд есть у него аегис это минус центр так точно глиф фортификейшн не прожимать 7 4 и нужно выиграть каким-то чудом 20 секунд 20 секунд через который появится в рейтинг ну что товар падает прожимаете мне фортификейшн 10 секунд оба позиции на обу если vision да там 3 не кратчи оба будете врываться в рейд на ретрибьюшн опять попытка забрать дп до проходит и у минус висп и сразу возвращается груз байбека минус бэтрайдер в к также уже здесь и выгрызается выгрызается начинает лупить по бруде на бруду нету лишь до погоня забрать как-то санки но это уже не имеет абсолютно никакого значения ибо там мега крипы и могут умереть все но середачат раз не смогут покушать до трона и да это ужасно это ужасно открывать такую статистику видеть 17 37 забирается в рейсмон дизартера но не может здесь победить не очень много помощи было для него в этой игре тяжело а временами даже и кажется невозможно локейс он приобретает мальштором разумеется потом а потом впоследствии мионер они не сдаются да в рейс кинг с такой сборкой может дефить базу очень долго там и подъезжает аганим капрейшна но не знаю не знаю смотрим по графикам почти 20000 преимущества за монголами по эксперименции 10000 плюс если они здесь победят это будет первая победа для них на турнире вот как я говорю перед матчем что им нужно подсобраться если не проигрывают все гайки можно на себе ставить крест на этих квалах а если выиграл то шансы еще есть попасть пятерку лидеров в группе а это самое главное находят санки эх сам обалдела такой халявы то что увидел два героя перед ним теплый и руби не хочу никакого контроля нет извиняюсь друзья что поспешил сказать что это будет скади вот джиггернаут также есть у него салт керас 37 армора но по контроль по контроль пока вопрос ну и скади все-таки будет до полетел курьер в сорву феном сейчас сделаю все как надо по поводу от пуша не вызывает что все-таки стены с аганимом есть вк с мюльнером и эти ребята сдаваться не собираются да им придется растягиваться им придется уже не играть пятером как они играли до этого но другого иного пути у них нету в свою очередь моголы смотрим что они хотят придумать они хотят сделать open фраг там байбеков то только у одного тени что нужно такой врыв на дизраптора дизраптор на бетрайдера конечно же пошел тандер страйк на лотиль за врыв от обе на ретрибьюшен на ретрибьюшен опра прячет его убола в камень неплохо сыграно вот и аганим подъехал на саппорте майпро убили тени у тени из байбек сразу укупается минус вк два раза убили и второй раз он не слышал с анкета кирс не прощает здесь конечно беда печаль счет то равное посмотрите на табло 30 29 но могло выигрывают и выигрывают эту игру после early game а выигрывают ее уверенно на все стопроцентно вк 1747 не выигрывает этого мало к сожалению этого мало в итоге все уперлось в конечном конечном результате все уперлось